Дата открытия уголка боевой славы в 6-м лицее выбрана не случайно. В начале декабря исполняется 75 лет началу контрнаступления советских войск под Москвой. Еще одна трагическая веха в отечественной истории – 29 ноября 1941 года. В этот день в деревне Петрищево фашисты казнили Зою Космодемьянскую. Разведшколу девушка закончила в Жаворонках, а в последний рейд уходила из Голицына. «Война была здесь, совсем рядом», – говорит Антон Кузнецов. Лучшее подтверждение этих слов – экспонаты в витринах уголка боевой славы. То, что удалось найти поисковикам на местах боев в Одинцовском районе. Это как раз вещи, которые связаны с теми трагедиями, которые проходили не где-то далеко, а вот здесь, где мы с вами живем, на Одинцовской земле, 75 лет назад. Это реликвии. Каждая из них связана с какой-то человеческой жизнью, с человеческой трагедией. В рамках школьной программы лицеисты узнают много и о Великой Отечественной в целом, и о битве за Москву в частности. Расстановка сил, ход сражений, потери с обеих сторон. И только на таких мероприятиях можно узнать то, чего нет в учебниках истории. Трагическая судьба партизана Солнцева. Взрыв церкви в селе Ершово, унесший больше сотни жизней мирных жителей и раненых красноармейцев. Вот такие страшные события они здесь были. И вот такие советские люди против этих фашистов вставали. И они понимали, что если бы они сейчас не встали на защиту своей земли, то будущего в этой стране не было бы. И не было бы нас с вами. Ни меня, ни вас. Ученик четвертого класса Армен работает над проектом, цель которого – определить вероятность Третьей мировой войны и ее последствия. Последствия потери стран, сокращение человечества, людей. И может даже произойти какая-то эпокематическая катастрофа. Антон Кузнецов просит лицеистов быть внимательнее. В разгаре информационная война. И тот, кто ее затеял, всеми силами пытается обесценить подвиг советских солдат. Наследники победы – хранители героического духа предков. А без памяти о прошлом он ничего не стоит. И самое интересное, что вот этот дух народа, этот геройский дух, он никуда не делся. Он в нас с вами, во мне, в вас и будет в ваших детях. Но если детям не рассказывать, что у них героические предки, эта земля полита кровью, их предков, тогда нас очень легко будет захватить, разделить и нами властвовать. И находки поисковиков с мест боев, которые можно увидеть в лицейском уголке боевой славы, будут постоянно напоминать ученикам. Историю Великой войны нужно знать, чтобы она больше никогда не повторилась. Евгения Августина, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.